Малому залу Петербургской филармонии 75 лет. За это время сцена стала прославленной и завоевала сердца зрителей. В честь праздничной даты в концертном зале на Невском проспекте прозвучали знаменитые мелодии нескольких столетий от барокко до рока. Произведение исполнил виолончельный квартет Растрелия. Вот уже больше 20 лет музыканты доказывают, виолончели подвластно все. Хоть в симфоническом оркестре этот инструмент всегда в тени скрипки, но диапазон его широк, а звук многогранен. Волончель вообще к человеческому голосу самый близкий инструмент, наверное, именно в плане... Было забавно, ребята вокалисты консерватории говорили, что нас учат петь, как вы играете. Я говорю, а нас учат играть так, как вы поете из голоса. Со сцены Малого зала филармонии звучала классика. Грик, петь соло, руссконародные советские мелодии и даже композиции из аниме-фильмов. Состоялась и премьера, скрипичный концерт «Влюбленные бабочки» в обработке для четырех виолончелей. Также впервые музыканты исполнили произведения в стиле танго. Малый зал Петербургской филармонии участники коллектива называют храмом камерной музыки. Для них это знаковое место. Именно в этих стенах прошел первый большой концерт квартета Растрелли.